Абрау Дюрсо, воскресное утро. Этим участникам предстоит преодолеть два самых длинных отрезка, порядка 36 и 56 километров. В прошлом году здесь был финиш, сегодня старт. Рисунок трассы не изменился, но там где был спуск, теперь подъем. В Суко первый финиш и старт забега на 18,5 километров. Дистанция, доступная спортсменам-любителям. Людмила из Белоруссии. Работает в команде разработчиков компьютерных игр. С детства занимается плаванием. О забеге узнала в интернете и решила таким образом отметить свой день рождения. Я сразу решила, что это того стоит. Праздник день рождения здесь. Очень красивый маршрут, очень красивые скалы, море, вид, виноградник. Все очень красиво, безумно. Я запомню это надолго. Москвичка Наталья занимается бегом. Год назад перешла в трейл. Забег в Анапе – часть подготовки к скоростному подъему на Эльбрус в мае будущего года. Первый раз всегда хотела поучаствовать. Давно готовилась, летом узнала. Я посмотрела фотки. Вот этот обрыв моря. Я просто влюбилась. Трейл – забег по пересеченной местности, природным ландшафтом. Если в первых соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов, то в этом году уже порядка полутысячи. Все соревнования такого уровня, которые проводятся на территории России и Краснодарского края, они популяризируют не только сам спорт, они дают, наверное, дополнительный интерес к краю, к нашему. Многократный призер европейских и мировых соревнований Орельен Калле сравнил здешние пейзажи с французской Нормандией, откуда он сам родом. Пробежав марафонскую дистанцию, он первым финишировал в Анапе. Вообще у меня создалось впечатление, что вторая часть оказалась быстрее и сложнее, чем ожидалось. Пришлось работать, и это удалось. Организация на очень высоком уровне. Главным соперником французского спортсмена стал новосибирец Юрий Тарасов, многократный победитель российских соревнований, серебряный призер марафона в Барселоне. Долгое время он лидировал, но потерял нити, пробежал почти на три километра больше, но даже при таком раскладе занял второе место. Вообще не планировал, мне написали организаторы, желая-нежелая поучаствовать в данных соревнованиях. Не пожалел, что не туда повернул, но это моя облошенность, и никто не виноват. Для идеальных трейлов тут хорошее место. Есть, которые еще такие, действительно технические трейлы. Ну, возможно, трассу можно накрутить техническую, но вот по данной трассе такая она более среднего режима, как бы получается, что и не сильно крутая, и не сильно сложная. У каждого участника GPS-трекер по пути, пункты питания. Задача добровольцев, в том числе, подбадривать спортсменов до самого финиша. Мы сегодня тщательно также подготовились к манер организационной вопросов. Это подготовки, обеспечение безопасности на маршрутах, обеспечение, чтобы были наши волонтеры, обученные уже, готовые для сопровождения именно этого мероприятия. И в том числе и сопровождение медицинское. И в целом это организация старта и финиша и пробега, забега по всем трем дистанциям. Организаторы считают, что у Анапы достаточно серьезный потенциал для спортивного туризма, который в России только набирает обороты. Это может стать дополнительным импульсом к развитию города, как всесезонного курорта. Люди, приехав один раз на соревнования, поймут, что в принципе здесь можно проводить время осенью, весной. И не обязательно только на соревнованиях. Можно приехать и с семьей, или просто с командой, с друзьями, приехать на спортивные сборы, просто откатать что-то. И чуть-чуть отобрать, скажем так, этот сектор финансовый у европейских стран, куда на сегодняшний день мы отлично знаем все с велосипедами, кто готовится к триатлону. Летают Кипр, Испания, в основном это вот эти страны, чтобы люди увидели, что можно в том числе это делать в Анапе. Рельефы, дороги очень хорошие. В ближайших планах, помимо проведения уже третьих по счету соревнований, запускать новые проекты. Ближе всего к реализации полумарафон по Пионерскому проспекту и забег по песчаным пляжам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова